Привет! Сегодня хочу вам рассказать о такой компании как GoodSmile. Почему именно они? Потому что они делают просто потрясающие фигурки, которые, кстати, можно найти у нас в шоуруме. Интересный факт. Компания GoodSmile выпускает не только фигурки. В их ассортименте также есть брелки, футболки, украшения, плюшевые игрушки, рюкзаки, чемоданы, грелки для шеи и много-много других полезных мелочей. Но популярной во всем мире она стала именно благодаря своим фигуркам Scale, которые с удивительной точностью повторяют формы популярных персонажей из игр и аниме. А что касается фигурок, которые можно найти у нас, то это серия Nandroid и Figma. Каждый из них собраны персонажи из таких популярных игр, как Dota и Overwatch. Но больше всего фигурок в этих сериях, опять же, из популярной в Японии манги и аниме. У каждой серии фигурок есть свои особенности, но все они выполняются из ПВХ, качественного вида пластика, устойчивого к повреждениям, ударам и он весьма долговечный. Проще говоря, статуэтки долго остаются такими же привлекательными, как и в день покупки. Но давайте поговорим о особенностях каждой серии отдельно. И начнем с Nandroid. Это самая популярная линейка коллекционок от Good Smile. И именно благодаря ей зачастую узнают этот бренд. Персонажи не получают чеби-облик с головой увеличенного размера и анимешным телом. Фигурки немного похожи на малышей, таких милых и забавных тоддлеров. Аналогичную фишку использует Фанка в своей линейке поп. Но похожими эти серии точно не назовешь. Фигурки в них совершенно разные по стилю, виду и размеру. Все Nandroid обладают примерно одинаковым ростом, около 100 мм. Но детализация у них на порядок выше, чем у бюджетных собратьев. Производитель вообще говорит о том, что каждая фигурка отчасти прокрашивается вручную. И это делает каждую из них чуть более оригинальной, чем статуэтки других брендов. Если Фанка вам кажется слишком простым и вы готовы потратить больше денег на фигурки, обратите на них внимание. И еще одна отличительная черта серии Nandroid – компактная подставка в комплекте, которая позволяет фигурке стоять на столе. Но что делать, если не нравится такой стиль, но хочется чего-то более похожего на оригинал? Для этого можно присмотреться к серии Figma. Эти фигурки в большинстве своем далеки не только от чеби-стиля, но и от анимешного облика как такового. Речь идет о персонажах из видеоигр, конечно же. По своим размерам Figma немного больше нандроидов, и точные размеры тут не фиксированы. Вы можете купить фигурки размером и 135 мм, и 155, и другого еще большего. К тому же некоторые персонажи представлены в нескольких размерах, так что выбрать можно тот, который нравится вам больше. Ну и самая главная особенность фигурок Figma – это самые настоящие экшн-статуэтки. Они делаются из ПВХ гибкого пластика, который позволяет сгибать руки, ноги, а иногда даже пальцы, чтобы закрепить оружие. В комплектацию всех фигурок включена шарнирная подставка, которая позволяет принимать героям различные позы. А кроме того, разнообразные аксессуары, которые сопровождают персонажей в игре. В некоторых случаях есть еще и сменные лицевые панели, которые дают возможность менять выражение лица персонажа. И напоследок хочу вам рассказать один секрет. Так как фигурки частично окрашиваются вручную, у них могут быть небольшие погрешности. Но не стоит переживать, такие экземпляры зачастую становятся более ценными, и в будущем их можно выгодно продать. Ну что, лайк за такой ценный совет, и подписывайтесь на наш канал, впереди еще много интересных и полезных видео от меня.